Hello everyone! Сегодня разберем с вами вступительную речь британского комика на премии Золотой Глобус. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, мои дорогие друзья, на вступительной речи, ну и вообще ввел церемонию Золотой Глобус 2020, замечательный британский комик, продюсер, сценарист, музыкант, ведущий подкастов, ведущий вообще всего на свете. Его зовут Рики Джервейс. И, возможно, вы знаете сериал «Офис», особенно американскую версию с Стивеном Карлом, но на самом деле изначальная версия была британская. И вот как раз-таки изначально вот эту британскую версию создал Рики Джервейс в компании с другими продюсерами-сценаристами и сам исполнял главную роль вот этого восхитительного начальника. Вот, так что, ну, вкратце, да, чтобы вы имели представление, кто это такой. И это человек, наверное, у которого действительно прям стальные нервы, потому что он не боится вообще высказывать свое мнение и не боится просто издеваться над звездами, как только вот вообще возможно представить. И вот как раз-таки перед тем, как мы начнем, я вам дам парочку фраз интересных. Первый из них звучит как «Take a piece out of someone». Это, ну, издеваться, стебаться над кем-то. И немножко погрубее «Rib the shit out of someone». Да, ну, поняли, короче, погрубее, да? Вот, и, собственно говоря, как раз-таки эти вещи Рики и вытворяет на своей вступительной речи. Первый его камень отправляется в сторону организаторов, которые его уже приглашают пятый раз, пятый раз вести эту церемонию. Почему это так удивительно? Потому что после каждого раза, как он ведет эти церемонии, взрывается просто шквал негатива и в газетах, и от всех звезд, которых он там выстебывает. И, в общем, ну, видимо, рейтинги поднимает, поэтому они его приглашают, собственно. Тут все логично. Вот, давайте посмотрим отрывок из видео. Итак, сразу обращаем внимание, что в этой фразе у нас пассивный залог. И вместо привычного глагола be у нас используется get. Вот, разницы никакой нету. Единственное, что просто часто именно в пассивном залоге мы be заменяем на get, ну, просто в разговорной речи. Очень часто. Очень часто это происходит, потому что get – очень такой разговорный глагол. Вот, и возьмем отсюда на вооружение слово gig, которое переводится как концерт. Это такое сленговое тоже разговорное выражение, вместо того, чтобы говорить concert, show, бла-бла-бла, gig. Все это называется gig. Давайте поржем за ваш счет. At someone's expense. За счет кого-то. Запоминаем. Вообще, в принципе, в ходе своей приветственной речи, приветственной, да, ключевое слово, Рикки проехался по всем, просто по всем звездам, по всем проблемам, которые сейчас существуют и в сфере кинематографии, и вообще, в принципе, нашей жизни. Например, он сказал, что актриса Фелисити Хоффман, она вообще играла в отчаянных домохозяйках и недавно села в тюрьму за то, что она дала кому-то взятку. И он говорит, что она ему подогнала номера для его лимузина. Смотрим отрывок. Из этого отрывка мы возьмем два слова на вооружение. Первое – license plate, это табличка с номерами, и второе – limo, лимузин. Далее наш замечательный ведущий продолжает говорить о журналисте, которого зовут Джонан Ферроу, и который, на секундочку, занимался разоблачением различных сексуальных скандалов, как в Голливуде, так и за пределами его, включая историю с Эпштейном. Здесь Рики говорит, что церемонии не только для тех, кто работает на камеру, ну, в смысле, для актеров, но и для влиятельных руководителей кинематографического мира, которые, однако, имеют одну общую черту – они все до ужаса боятся Джонана Ферроу. Ну, конечно, понятно, почему. Вот, запоминаем фразу отсюда. Be terrified of – до ужаса бояться. Be terrified of – дальше мы ставим либо существительное, либо глагол с инговым окончанием. Окей? Запомнили? И далее возьмем еще одно замечательное слово на заметку. Слово – pervert. Извращенец. Ну, мало ли, понадобится вам по жизни. Далее Рики говорит, что уже никто не интересуется кино, кинематографом никто особо не ходит в кино. Вообще, зачем это нужно, когда есть Netflix? И вообще вся эта церемония «Золотой глобус» должна свестись к тому, что все выходят на сцену, говорят, что Netflix – молодец, выручает вам награду, и все. Но… Итак, из этого отрывка мы возьмем с вами тоже два выражения очень полезных. Первый из них – это фразовый глагол drag out, то есть растягивать что-то во времени. Ну, имеется в виду, да, то, что мы должны сидеть на этой церемонии три часа, маяться дурью, вручать награды, бла-бла-бла, когда все это можно было за три секундочки провести. Вот, и второе выражение binge-watch – это смотреть что-то в запой, да, когда вы садитесь и там 10 сезонов «Игры престолов» посмотрели там за два дня. Вот, to binge-watch something. Вот, и еще я хотела здесь остановиться на его собственном шоу, которое он как раз упоминает. Называется он Afterlife. На русском языке, по-моему, нет вообще. Это хорошо, нам нужен как раз английский язык. Сейчас вышел только первый сезон, только один сезон, вот это как раз в девятнадцатом году. Я вам очень советую посмотреть этот сериал. Он очень добрый, очень саркастичный, очень много там и добрых, и до боли таких прям трогательных моментов, и смешных, и все на свете. Вот вообще чуть-чуть расскажу, и вам на самом деле ничего не испорчу. Эта история о мужчине, который потерял свою жену и пытается все это дело пережить. Вот, и здесь как раз-таки Рикки продолжает говорить, что... Что его герой как раз-таки не убил себя, да, не покончил жизнь самоубийством, так же, как Эпштейн. Отсюда возьмем фразу спойлер-алерт. Наверняка вы знаете слово спойлер, нам его уже все спокойно употребляем и в русском языке. Вот, и спойлер-алерт, это когда вы, вот, предупреждайте, да, внимание, сейчас я вам испорчу все впечатление о Гарри Поттере, на примере. Да, спойлер-алерт. И дальше Рикки уже начал говорить о том, что сейчас фильмы очень ленивые, некачественные, очень много ремейков, сиквелов, непонятно чего, и что вообще нужно ввести новую номинацию. Вот здесь я прям вам переведу этот замечательный вопрос. Есть ли награда для наиболее раскачанного Нарика? Ну, как бы, почему нет? Да, просто он говорит как раз о том, что сейчас актеры уже не актеры, им просто нужно сходить, ходить в залы, подкачиваться, выглядеть красиво, светить своими замечательными пятыми точками на экране, и все будет хорошо. Вот, в общем, запоминаем, мало ли, Most Ripped Junkie. Да, Ripped – это, ну, раскачанный, в смысле, такой мускулистый, да, огромный, и Junkie – это Нарик. Затем Рикки наконец-то кого-то похвалил. Вот, а похвалил он замечательный фильм Мартина Скорсезе, «Ирландец». Если вы не смотрели, обязательно посмотрите его. Кстати говоря, он есть у нас на Puzzle English Movies, так что скорее бегите. Вот, но все-таки не смог он просто похвалить этот фильм. И сказал, что он слишком долгий, ну, он действительно идет около трех с половиной, что ли, часов. Вот, такой же, как и «Однажды в Голливуде». Цитата. «Леонардо Ди Каприо был на премьере однажды в Голливуде, и к концу его пассия стала слишком для него стара». Ну, как бы, да. Вот, запоминаем отсюда слово date. Пассия, да, ну, то есть, этот человек, с которым вы встречаетесь. Date, a date. И есть еще глагол to date someone. Например, we are dating, мы встречаемся. Или he is my date. Да, он моя пассия, он мой партнер, ну, там, boyfriend, и все на свете. И, конечно же, не осталось без внимания фильм кошки. This is the worst thing to happen to cats since dogs. Right? Вот, и эту цитату я тоже вам переведу. Это худшее, что случалось с кошками после собак. Ну, вот, кстати говоря, если вы смотрите этот фильм, напишите в комментариях, понравился вам он или нет, потому что я пока еще не могу решить, готова ли я это увидеть или нет, потому что я, на самом деле, очень сильно люблю мюзикл и всю музыку оттуда, но что-то трейлер меня как-то не очень вдохновил, так скажем. И последний отрывок из приветственной речи замечательного Рики Джервейса это просто ребята-конфетка прям вообще. Он показал всем, что he has got balls, что у него прям стальные. Вот, начинает он с того, что говорит про шоу, которое называется The Morning Show. Вот, ну, кстати, неплохой такой сериал, если хотите посмотреть, он такой достаточно тяжелый, снимается там очень много знаменитых актеров, включая Дженнифер Энистон, вот, если вам нравится ее творчество, то welcome. Вот, и шоу выпустила компания Apple TV. И, соответственно, Рики говорит следующее. Великолепная драма о важности быть достойным и поступать правильно. Сделанная компанией, которая владеет патагонными предприятиями в Китае. Ну, как бы, мы с вами, может, прокомментируем, может быть, нет, я точно не буду, запоминаем просто слова. Dignity, достоинство, на чувство достоинства. И второе, это Swatch Shop, да, это патагонные предприятия, то есть, это компании, которые, по сути, используют рабский труд, где люди работают по 20 часов в день и получают копейки. Вот, и дальше Остапа понесло. Если вы получите награду, не надо это использовать в качестве повода для политических спичей. Вы не имеете права читать нотации людям. Вы не знаете ничего о настоящей жизни. Большинство из вас провело в школе меньше, чем Грета Тунберг. Так что, если вы выиграли, берите свою маленькую награду, поблагодарите агента, свое маленькое божество и идите на... Сами поняли, куда. Вот так вот. Ребят, согласитесь вы с этим или нет, помните, Ricky Gervais just doesn't care. А мы с вами просто возьмем, опять же, слова из этого отрывка. Первый из них это be in no position, то есть, не иметь никакого права. Be in no position. И второе lecture. Во-первых, вы знаете, наверняка, это слово в качестве лекции, просто lecture. И еще мы можем использовать его как глагол to lecture someone, то есть, читать нотации, отчитывать кого-то. И давайте напоследок пройдемся по всем словам, которые я упоминала в этом видео, чтобы их еще немножко освежить. Первое у нас было слово gig, концерт. Второе at someone's expense, за счет кого-то. License plate, табличка с номерами, limo, лимузин. Be terrified of something. Быть до ужаса напуганным чем-то. Pervert извращенец. Drag something out. Что-то тянуть, да, что-то очень долгое, когда у нас. Binge watch. Смотреть что-то с запоем. Spoiler alert. Когда мы вот говорим spoiler alert, сейчас я расскажу вам про конец Игры Престолов. junkie наркоман или нарик. Date может быть существительным, может быть глаголом to date someone, встречаться с кем-то. И a date это ваша boyfriend, ваша, ваш boyfriend или ваша girlfriend либо пассия, да. Dignity достоинство. Swatshop патагонное предприятие, да, это компания, где людей заставляют работать много, да, не соблюдаются никакие права человека, платят мало и все такое. Be in no position. Не иметь никакого права. И последнее lecture. Лекции либо читать нотации. Вот такое видео у нас сегодня получилось. Мои дорогие друзья, учите новые слова, смотрите хорошее кино и see you soon! It's a party anymore like an animal You'll never let your time Like I want to survive Now I am I am I will like an animal I would like W I want you 去 norte Ale If you dying Aber What use